знаете что это такое это не штурвал и это не руль мы находимся в старом одесском трамвае и вот этот механизм использовался как ручной тормоз смотрите как это было затягиваем это мы затянули сейчас трамвай стоит на ручнике сейчас его не сдвинешь но хотим снять с ручника педаль видно смотрите теперь мы трамвай сняли с ручника а теперь скажите мне пожалуйста верите ли вы что в одессе бесплатно можно посетить музей я вам скажу таки да такое есть мы сегодня с александром валерьевичем прогуливались по улице степовой снимали обзор этой улице и совершенно случайно набрели на уникальное место это музей одесского трамвая который в общем то находится на товарной я вам покажу это видео вы просто обалдеете потому что лично я всю экскурсию которая длилась там чуть меньше часа ходил вот так вот с большими глазами это очень крутое зрелище я всем рекомендую это посмотреть и обязательно посетить тем более что это бесплатно в конце видео я покажу как сюда можно попасть бесплатно а пока ждем от вас жирный прижирный лайк если вы до сих пор еще не подписались на youtube канал взрослый разговор то делайте это прямо сейчас под видео нажимаете кнопочку подписаться нажимаете на колокольчик и вы точно не пропустите ни одного видео на нашем канале а если у вас останутся личные вопросы пожелания и предложения вот мой инстаграм подписывайтесь на меня в инстаграм пишите в личку я отвечаю очень очень быстро а сейчас идем на экскурсию музей одесского трамвая идемте проходите пожалуйста спасибо ухты это фактически мы сейчас находимся в цеху изначально 1911 года постройки памятник архитектуры нашего города у нас таких депо 3 одно на водопроводной одни второе было депо это 1911 года постройки есть еще третье на слободке если на тебе слободской рынок все они сейчас находятся нашим предприятием в эксплуатации единственное что что это депо на сегодняшний день не эксплуатируется как именно депо а здесь вагонно-ремонтные мастерские где строят наши новые вагоны и собственно музей в одном из волков здесь собственно начало нашей истории начинается в далеком 1880 году когда по одессе пошли первые конные трамваи как и в любых других городах в одессе основал их движение бельгийское общество конных железных дорог которые на то время было главным монополистом на юго-востоке европы то есть соседних городах тоже собственно организовывали движение бельгийские трамвайные остановки это тоже отсюда да фактически вся инфраструктура была бельгийская даже этот цех тут вот металл это все оригинальное с тех лет даже который крышу держит 1911 год а кирпич тоже с бельгии возили что касается одессы у нас было конок 2 2 вида это одноэтажные привычные более такие редкие двухэтажные но последние к сожалению нашим городе не прижились потому что в летнюю жру которую мы все еще ежегодно и себе ощущаем пассажиры выходили на второй открытый этап случался перевес и вагоны переворачивались но и на этом история двухэтажного транспорта отличие от лондона в одессе заканчивается из документов оригинале сохранилась одна из акций с тех лет и из горского архива серинг проект контракта что интересное про акционерное общество что она была анонимным то бишь имена акционеров их достаток не раскрывался что на то время было достаточно удобно то есть вложился и получал доход на то время это хотя бы было прибыльно вслед за конками в нашем городе появилось две линии паровых трамваев одесситы их еще прозвали ванька голова ты что-то такой вот большой выразительной трубы это еще тот самый аицин паровоз про который поется нашей старой песни 740 многие просто ошибочно думают что это про поезд железной дороги а на самом деле это про поезд парового трамвая вот такие вот небольшими составами не работали их маршруты ныне сохранились в виде обычных пассажирских маршрутов то 17 и 18 маршрут фонтанская дорога и может кто-то знает эзотический камышовый 20 маршрут который идет на хожебельский лиман кто не знает есть мысл прокатиться в 1902 году в нашем городе появляется наш фуникулер наш фуникулер вообще самый первый сарской россии именно нашу фуникулер скинса киев и построил себя на владимирской горке только у них он сохранился в виде дорожного транспорта у нас это сейчас вид который по сути ездит боком немножко такой вид доизменен был начали фуникулер потом был эскалатор да потом вы не забегайте и в 1907 году немецком поселении люсдорф сейчас это часть нашего города черноморка называется а тогда это было отдельное немецкое поселение за свой счет провели первый маршрут электрического трамвая но опять же за того что это было отдельное поселение и свой счет выделила землю и за свой счет все провело но это не считается детским трамваем но считается в нашем крае а в самой одессе трамвай появляется 24 сентября 1910 года тогда в нашем городе происходила грандиозная сельскохозяйственная промышленная выступка ну чтобы мы понимали на то время это как провести евровидение в одессе ну то есть такое знатное забытие к нему готовились очень тщательно проходила но в александровском парке нынешний парк шевченко вот так тогда выделили выглядела территория где сейчас находится стадион а центральная аллея привычная памятника это сейчас скажем так остаток того самого первого маршрута что касается вот про само открытие как я говорю открыли чисто по-нашему по одесскому что как вы видите готовили открытие в угол под номером 1 но при выезде из депо не перетусовались и открыл движение в угол под номером 3 и интересная такая была бумага в оригинале кстати это прошение о зачислении на должность вагона вожатого то есть чтобы стать водителем нужно было заполнить вот такую вот анкету мне больше всего нравится самый последний путь что в случае принятия на работу не желает ли работать в дополнительной части то бишь двойную смену работали еще тогда интересно то как собственно называли вагоном вожатого в одессе его называли таким интересным словом ватман как лист бумаги это было связано с тем что у бельгийцев было как ватмен человек управляющий электрической единицы а у нас на наш язык это социализировали как платно и даже на водопроводной где наше депо чуть чуть дальше каких-то сталь канату а есть батманский переулок под такой тупиковый потому что там именно массово жили те самые первые угонов вожатые как я говорю так шуточно трамвай где-то траващиков местные было некоторые с этим поколением до сих пор живут там династиями и работают все еще в нашем предприятии продолжение тех же лет привычная нам улица греческая решильевская где сейчас трамвай не встретишь и встретишь только троллейбусы интересная книга это книга выговоров и штрафов под предприятие где еще тогда можно увидеть что очень много раз любили не явиться на работу 2 даже не твесном виде являлись и что кондуктора любили присвоить лишние сказки дальше у нас уже 30-е годы как вы знаете по истории страны это достаточно трудные годы мы акцентировали внимание здесь как раз на массовых фотографиях коллективов и что из позитивных моментов что в 20-30-е годы в нашем одном из депо который на свободке открылось подразделение грузовых трамваев которые активно помогали остраивать наш город на привозе даже в рыбный ряд лежал была ветка где такие вагоны могли въезжать и подвозить продовольство самым богатым продавцам и именно эти вагоны во время второй мировой войны помогали в обороне и подвозили боеприпасы эвакуируя раненых пример тому стоит на 411 батареи только было немножко не так как там потому что не было такого что пассажирский вагон тягает за собой вагонетку с пушкой например или какими-то другими орудиями был конкретно пассажирский вагон который занимался пассажирскими перевозками конкретно вагон грузовик который были разного подвозить боеприпасы эвакуировать раненых и так далее и тому подобное витрина уделена подстанциям что такое подстанции все из нас знают электротранспорт как работал так и работает 600 вольт постоянного тока некоторые подстанции которые даже есть на сегодняшний день они ничем не хуже этих депо примерно одного же и того же возраста может быть даже и старше например одна из них аркадийская который находится между девятой и десятой станции большого фонтана красивое кирпичное здание если не снимали то еще будет повод и больше вокзаль с которой табличка это вот здание которое находится прямо напротив нас кирпичная из этих подстанций чтобы немножко отдохнуть от фотографий здесь у нас есть живые атрибуты с тех времен это электрическое оборудование вольтметры все это сименс сименс хальски привозилась германии и мне кажется что на сегодняшний день если поставить то оно все еще будет работать настолько качество было небольшие элементы троллейбусов и контактной сети это графитовые вставки благодаря ним работают троллейбусы то есть вот это новое это средней степени износа этого как видите со всеми наши цели кусок контактного провода вот у трамваев и троллейбусов самый свежий экспонат нашего музея скажем так его еще никто не видел такой дебют его это борт вагона с бортовым номером 1913 года выпуска это коломенский вагон прицепной был когда-то непонятно каким образом у одного из наших одесситов оказался в гараже и мы у него выкупили по цене металлолома и его притащили сюда у меня даже есть нашел фотографию где такой вагон двигаться по еще старой решелевской просто еще не успел распечатать поэтому будет смысл прийти в следующий раз и продолжение опять же этих подстанций здесь у нас изолятор тоже симонс симонс хальский можно подойти вот увидеть заводская табличка симонса и не так давно я для себя узнал что вот этот вот эмблема логотип это первый вот именно логотип симонса так как была симонс хальский такая sh перечеркнута ну и вообще тогда они любили ходить в коллаборации то есть была симонс хальский вот например рубильники от этих же подстанций это у нас симонс шукер и два самых старых рельса нашего города ну по крайней мере из тех которые находятся здесь мне кажется если по молдаванке пройтись из каждого балкона повытаскивать то можно вообще по всем годам всю коллекцию собрать первый от меня это самый старый рельс борода рельс той самой конки в 1882 годом производства еще видите в нем такие красные отметины это столько раз него попадали пули потому что во время второй мировой войны он ходил состав противотанковой ежа вот как на 411 батареи одна из них даже вот и раз она всегда вросла мне и следующий рельс с такой необычной историей все знают где у нас находятся пересовские мосты где у нас херсонский сквер и там есть такая достаточно стремная лестница подъем на пастера и когда-то кто-то додумался этот рельс который вот следующие засунули туда в качестве перил и все эти годы он находился там но в последние годы уже социальные слои общества начали разбирать его на металлолом и мы добились по бумагам того что мы тоже по сути хоть и по бумагам но его тоже выкрали сюда но в исторических целях потому что интересовал как раз именно этот бросок подойдите на эту сторону четкая маркировка здесь бельгийский город лишь его микрорайон англер центральный как наш приморский четкая дата производства январь 1895 года еще как вот если посмотреть на два этих рельса видите что 182 другой 95 года выпуска как бы визуально по годам не так далеко отличается визуально сильно колоссально отличается где например железнодорожный и у меня более чем я уверен что это рельс того самого парового трамвая которого как раз вот была конечная на херсонском следующее витрины посвящены второй мировой войне что касается войны мы не не раз слышали еще не раз услышан я к этому подойду с транспортной точки зрения во время оккупации у нас было вывезено порядка 70 моторных и прицепных вагонов в основном румынию сеть сократилась более чем на 20 километров в трамвайных путей а тот транспорт который остался здесь после освобождения был сожжен и изничтожен наши депута с вот очень отчетливо можно увидеть на этих фотографиях то есть город после военные времена строительство встретил практически без электротранспорта еще необычное появление история одесского троллейбуса на сорок первом году протянули первый маршрут если кто помнит от же до вокзала до площади 2 толстого только тогда было одно отличие что ходили они по дерева история состоит в том что в город прибыли 10 троллейбусов успешно прошли обкатку уже были готовы работать пассажирами но так случилось что город вступает война все эти троллейбусы возят румынскую констанцию где все годы они работают там и только после освобождения нашего города те самые троллейбусы находят возвращают наш город и вот парадокс истории в том что те самые истории троллейбусы которые должны были открыть движение сорок первом году открывают его по тому же маршруту возобновленном сорок пятом году но есть такая небольшая детская нотка что забрали у нас 10 троллейбусов а вернули мы сюда 11 то бишь забрали чей-то еще сверху с наваром самое интересное что троллейбусы были одной и той же модели то есть это мой какой-то другой советский город несколько фотографий из ухивов наших сотрудников кстати вот отошли этой витрины у нас в 50-е годы в парке шевченко где появился первый маршрут трамая функционировал еще детский вот так вот он и выглядит профункционировал буквально три года с 53 по 56 если может знаете видели в киеве в других городах из детская железная дорога где харькове ну во многих других городах одесса вообще уникальный единственный город где-то было реализовано виде трамвая но конец этого трамвая пришел с реконструкции парка шевченко когда начали строить аллею славы и она же стала закрытием по крайней мере в историю хотя бы остался в следующей витрине у нас 50-60-е годы они уникальны в нашем городе тем что за 10 лет нас перешили полностью с узкой колеи однометровый на широкую полутора метровую 1524 вот миллиметра если были от венец и львов житомир другие города знаете что есть узкая колея есть широкая здесь у нас уже 60 70 можно даже прилить до 80-х годов казалось бы погода было так давно а по транспорту все еще привычная местами картина вот тот самый 19 трамвай который вспоминали однопутный таким же остается флагман нашего трамвайного парка но как и многих других городов татры т3 троллейбусы полукруглые в советское время тоже пахальные были зиу-5 их сменили зиу-9 они все еще работают на наших маршрутах а тот самый первый фуникулер после войны был изношен и уничтожен на его месте появился такой вот эскалатор по проспускной способности он конечно был лучше но как картинка возле потемпинской лестницы конечно достаточно стрёмное сооружение поэтому с 2005 года мы имеем наш новый фуникулер который такой стилизирован под старый вагончик и это по сути лифт который ездит боком но что самое интересное что это как было так и остается подразделением нашего горлика и здесь у нас стенд модернизации такой один из моих любимых такой и грустный одновременно радостный дело в том что у нас с 2002 по 2012 год были модернизированы 111 вагонов татры т3 модернизированы они оснащены чешской системой управления тиви прогресс которая не экономит электроэнергию до 40 процентов и на следующий день практически весь трамвайный парк у нас модернизирован но этому есть такая грустная предыстория не столько город был богатый на то время сколько в 90-е у нас вводят бесплатный проезд и опять же это больше не для народа специально чтобы изничтожить электротранспорт и что вот имеет то что мы имеем на сегодняшний день чтобы город массово вошел рынок маршруток чтобы понимали в конце 80-х годов выпуск был 300 вагонов и около 150 троллейбусов но это так в общем я говорю после вот этого бесплатного проезда естественно техническое обслуживание не велось резали имена металлолом и вот после этих десяти лет выпуск был 40 вагонов 50 троллейбусов почему даже вот это депо она перестала функционировать это именно как эксплуатационное депо потому что раньше это было кладбище то есть сюда свозили все кузова одни здесь и валялись умирали ну благодаря у Станислава Ивановича Татьенко мастер на все руки нашего предприятия очень давно в нем работал и работает к счастью до сих пор подглядел у чехов они тогда же такую же схему модернизации придумали у себя и после праги и москвы вот одесса третий город и до сих пор самый массовый который вот сделал такую модернизацию и несмотря на свой уже преклонный возраст Никслав Иванович работает все еще в нашем предприятии занимается уже новым поколением вагонов уже стихично частично низким уровнем пола начали мы с 16 каштанов это вообще такая киевская схема была вообще дизайн придумали чехии еще в 90-е поэтому нам хотелось немножко чего-то своего и таким образом появился всем известный на сегодняшний день вагон Одиссей но его нам было немножко мало и появилась его более длинная версия в виде вагона Одиссей Макс на сегодняшний день самый длинный трамвай Украины 32 метра счастья сейчас у нас на сегодняшний день их три вот сейчас буквально в первых числах февраля должен выйти четвертый из наших вагон ремонтных мастерских также самые чешские татры продолжают капитальный ремонт то есть они более таком приятном теперь тоже одесской покраски появились ну и что касается троллейбусов у нас открылся новая 15 маршрутная той же самой Балковской где вырезали в 90-е трамвай и сегодня мы имеем троллейбус автономным ходом а так мы обновили наш парк 47 БКМами белорусского производства у них есть дизель-генератор то есть если вовремя заправлены топливом они не стоят в проблемных участках например там обрыв сети или ветка упала они спускают только приемники и едут как автор это полностью мы собираем в Одессе да или это реконструкция чего-то смотрите это модернизация на основе кузова от старого вагона берется его тележка ну то есть совсем нижняя часть у рама грубо говоря да от тележки вот опять же берется сама по себе рамы именно самой тележки потому что колесные пары тяговые двигатели колодки все абсолютно новое рама такая что спасибо чехам они сделали что она еще проработает и проработает и ставится но полностью новый полу низкопольный кузов с новым электрооборудованием электрооборудование тот же чешский прогресс просто уже более нового поколения и таким образом мы получаем трамвай скажем так на старых тележках фактически но они даже не местами новые ну вот такая вот называется эта схема модернизации на основе кузова и таким образом обновляем наш парк такие вагоны могут проработать свыше 15 лет у них срок эксплуатации это очень достаточно такой выгодный дешевый способ для ну скажем так наших городов потому что новые пол низкопольные вагоны они говорю уже европейские какие-то вот которые производятся в украине за один год цена начинается 60 миллионов гривен это же опять же качество этих новых вагонов ну есть некоторые вопросы к ним а мы например один маленький одиссей строим за 6 миллионов гривен один длинный за 19 миллионов то есть экономию как бы ощущаем три трамваи можно сделать ну и как бы как по мне что в принципе они доступны для людей с ограниченными возможностями они удобны для пожилых людей для мамы с колясками в общем достаточно инклюзивные но и при этом достаточно вместительные то есть как бы весь функционал тех же новых трамваев они выполняют а сейчас мы пройдем с вами познакомимся транспортом пожалуй самым интересным что есть в нашем музее это автокран на базе грузовика краска мячуцкого автозавода здесь не столько интересен сам краска тоже очень уже древняя модель сколько сама по себе стрела крана которая на нем установлена их произвели не более 15 единиц но все постсоветское пространство специально для предприятий электротранспорта чтобы поднимать те вагоны которые сошли с рельс как видите стрела короткая не раскладывалась но при этом достаточно массивная может поднять до 16 тонн короткая она еще опять же для того чтобы не отключать контактную сеть чтобы не все прикасалось то есть лучшие годы если случалась авария оперативно приезжал такой кран поднимал вагон с рельсом сейчас он находится на пенсии в нашем музее но вообще как по мне даже вот если посмотреть это городской танк на следующий день 1 только двигатель со своей слепой зоны чего только стоит поэтому лучше пусть он находится здесь автокран у нас на следующий день новые то есть сейчас есть автокран да без него никак ческая модель и татра у нас эффектатора татры подымает а прямо напротив актуальный на нынешнее время года вагон снегоочиститель марка его гс-4 их было выпущено всего 180 единиц это самый популярный на сегодняшний день снегоочиститель я так на скидку скажу что 50 150 из них наверное всех городах живы потому что принципе после них другую модель и не делали но были попытки но не высокие масштабные буквально 5-10 единиц в нашем городе такой модели которой работать 8 снегоочистителей десятый номер на который мы сейчас с вами смотрим уникальный тем что он самый старый в нашем городе несмотря на это он все еще на ходу то есть если нас совсем завалит будет совсем обрал полный то они его он может спокойно покинуть наш музей работать по назначению этого правда сильно не хочу потому что мне кажется таким красивым не вернется следующий вагон актуальный на летнее время года сейчас он уже конечно не работает он находится только в музее а раньше он достаточно активно использовался это поливомоечный трамвай который поливал улицы нашего города наподобие как машины полу что интересно изначально это пассажирский вагон МТВ-82 66 года выпуска а затем в 73 году его модернизировали на одесском ремонтном заводе электротранспорта в поливомощной оснастив вот такими тремя цистемками интересно само по себе происхождение этой модели это достаточно тоже необычная история вернемся к этому баннеру на который мы уже смотрели на троллейбусы на улице дерибасовской там изображено два троллейбуса называется МТВ-82 расшифровалось как московский троллейбус 82 потому что были построены на военном заводе 82 ну как после войны все и строили и когда-то на заводе случилось перепроизводство кузовов этих троллейбусов ходовые части к ним не пришли и вообще возник вопрос что с ними делать решили попробовать поставить на трамвайной тережке и таким образом из троллейбусов у нас появился трамвай который до появления чешских татар считался самым выносливым как говорят наши старожилы что на них достаточно комфортно было работать еще один экспонат нашего музея это платформа от вагона типа ХАА потому что первая крупная партия вагонов прибыла в город Харьков они изначально были пассажирскими как вот вторая и третья фотография на данном баннере но конкретно этот вагон был тем самым грузовым как мы знакомились в витрине и очень долгие годы с 1934 года он проработал как грузовой затем его чуть ли полностью не утилизировали единственное что от него осталось так это платформа но мы не расстраиваемся в дальнейшем как будет финансирование есть идея восстановить вот именно грузовой вагон каким он пробыл большую часть своей жизни здесь как я говорю самый необычный транспорт нашего музея казалось бы военная машина что она вообще тут забыла среди трамвайов и троллейбусов чего на 419 батареи а у нее очень необычная история это ГАЗ-63 65 года выпуска изначально это было правда военный грузовичок затем в советские автопарки делали замену и его передали в наше троллейбусное депо где на протяжении всей своей жизни он подвозил колеса двигатели в общем все что угодно чтобы функционировали троллейбусы он все еще на ходу он все еще может выполнять спокойно эти задачи просто у нас есть теперь новые машины которые чуть побольше чуть удобнее чуть поместительней но при этом он находится на заслуженной пенсии нашем музее но может выезжать на например какие-то выставки там на выставки у нас даже пару раз арендовали для сюжетов и фильмов что за фильм пока не скажу потому что все еще не вышел коммерческая тайна прямо за вами единственный рогатый нашего музея надеюсь что пока что как видите он не пассажирский он служебный это единственная во всем мире полива моечный троллейбус это катага 6 киевская модель киевского завода электротранспорта был произведен с 88 году когда-то и сделали целую серию из этих ат還是 в виде поливомощных babondo служебных троллейбусов с бортами троллейбуса будут грузовозов самосвалов был даже проект сделать троллейбус виде пура которой он контейнер будетauf В общем, все что угодно в виде троллейбусов, то есть холодильники, столовые даже у нас в Одессе были, полноценный буфет даже с такого троллейбуса. И главное их особенность в том, что они могут работать от электричества, как обычный троллейбус, и внутри у них есть двигатель внутреннего сгорания. То есть такой, как я говорю, шуточно первобытный советский гневрит. То есть, казалось бы, не Toyota Prius были первые, а Киевский завод электротранспорта. Ну и здесь у нас в прямом смысле звезда нашего музея. Киевский завод, это первая послевоенная модель, которая начала строиться вообще на территории Союза, КТМ-1. Первые процессы, которые появились в 1947 году, у нас уже в год, в 1951 года выпуска. Как в Одессе, так и вообще во всех многих городах было достаточно много. Вот так сложилось, что из-за того, что в Советском Союзе все массово резали на металлогон, их осталось вот два во всем мире. Один вот наш, один в Москве. Причем мы остановили наш в 2013 году, а Москва свой аж в 2017. То есть до 2017 года он вообще считался единственным в своем роде ходовым вагоном. Я приглашаю всех в салон, где мы еще познакомимся с его особенностями. Я еще расскажу пару слов о нем. Мы прям будем кататься? Ну прям кататься не будем, но прям приставить можно. Проходите все. Кто присел, можно передавать за проезд на переднюю площадку. Сколько проезд сейчас стоит? Сейчас стоит 8 гривен, но думаю, с нашего вагона будем брать подороже. Вообще, это односторонняя модель трамвая. Оригинальная его кабина находится в противоположной от меня стороне. Но так как наш был служебным, в 70-е годы ему приделали вторую кабину, где мы и вошли. Зато именно в этой кабине можно познакомиться, как управляли те самые первые вагоновожатые, потому что работали не полностью стоя, не в 8 часов, как сейчас работает водитель, а в 10, 12, даже в 24 с переработками. Что касается вообще салона вагона, как видите, он был полностью выполнен из дерева. Несмотря на это, здесь уже были электрические печи отопления, в самых первых вагонах они были угольные. То есть была даже такая жесткая профессия человека, который на конечных станциях, пока совершалась массовая посадка и высадка, высыпал холодный уголь и засыпал горячий, и так на протяжении всего дня. Что касается летнего комфорта, обратите внимание, что раньше вагонах не было люков, а были такие специальные воздухозаборники по бокам. Такие наподобие находятся в метро. Как по мне, даже лучше вентилируют, чем те же самые люки. И форточки открывались полностью вверх в кузов, как наподобие, как в старых поездах, те самые форточки, из которых ночью дуют. Что касается управления. Чтобы управлять тем вагоном, у нас есть два атрибута. Это ключ-реверсер и рукоять-тормоза. Они полностью сдавались диспетчерскую, можно так сказать, ключи зажигания первопротивогонной системы. Чтобы вообще поехать на вагоне, поднимался только приемник, включался рубильник на 600 вольт. Мы вставили наши атрибуты на место. Ключом реверса мы вставили положение вперед или назад, куда нам было необходимо. И таким образом освобождали ходовой контроль. По должностной инструкции вагоновожатый должен был прислоняться одной ногой к дощечкам. Для чего это было сделано, я не знаю. На то время нужно было придумать правила технические, какой-то эксплуатации. Их придумывали, но на самом деле функционал это никакого не несет. Считалось, что так лучше бдительность у него работает. Но зато благодаря этому правилу в такой вот властной позе находился вагоновожатый. Одной рукой мы по позициям ускорялись, набирали ход. Вторая рука обязательно находилась на тормозе. И вот таким вот образом мы притормаживали. И как многие дети у нас в музее спрашивают, что это вот такой за трамвайный руль, трамвайный штурвал. Это стояночный тормоз, смотря на него наш вагон сейчас стоит и не катится. Ну, как в машине ручник. Сейчас я продемонстрирую, как он работает. То есть вот таким одним нажатием вы почувствовали легкий толчок. То есть если мы соберем экскурсию с ваших друзей и знакомых, мы его даже сдвинем с места. А потом так же самое. Он затягивался. Как я говорю, что раньше не нужны были ни качалки, ни фитнес-центры. Достаточно просто было пойти работать в трамвай. И опять же, как я уже не помню, говорил или не говорил, что работать могли только мужчины. Женщины могли быть кондукторами. Но ситуация изменилась после войны, когда женщина держала все абсолютно в городах. Но, как видите, традиция эта сохранилась до сих пор. Потому что заглянуть в угольный, в любой вагон сейчас в городе и в любых городах можно увидеть чаще всего женщину, чем, например, мужчину. Еще интересно то, что вот такие вот, казалось бы, жесткие системы управления. Но во время войны у нас был военный маршрут 21А. Он с заставы 1 до заставы 2, сейчас у него ничего не осталось. Который шел прямо на фронт. И вот такими вагонами, пока вот активно шли боевые действия, управляла 12-летняя девочка. Ее звали Вера Степановна Червоная. О ней есть пару слов от номера Мемориале 1411 батареи. А мы с вами пройдем в следующий наш вагон. Я думал, что с этим вагоном все знакомы. Это открытый экскурсионный вагон под бортовой номер 914. Когда-то это был открытый бельгийский присыпной Нивель. В Одессе их еще прозвали как Пульман. Но Пульман тоже бельгийский, но немножко другой вагон. Но у нас прижилось название так. Первые открытые вагоны в Одессе еще появились в 1913 году. Они были как прицепные, так и моторные. Так же само и этот вагон. Но у него есть необычная история. Что вот были МТВ, те самые, которые мы знакомились как поливомоечные. И к ним как раз цеплялись прицепные открытые Нивели. И когда их уже полностью утилизировали вместе с МТВ на металлолом, возникла идея, скажем так, скомпоновать два таких трамвая. То есть базу здесь нижнюю взяли из тележки от МТВ. А вверх оригинальные части, запчасти приварили с тех самых Пульманов. То есть здесь даже вот борта, это не калитка там с дачи дяди Васи какого-то. Это вот именно так они выглядели. Что касается сидений, они тоже достаточно интересные. Они сейчас зафиксированы, так как он часто выезжает с детьми. Раньше они были перекидными. То есть мы могли сидеть по ходу движения, против хода движения, разворачивать лицом друг к другу, делать такое мини-купе для себя. Очень много, кстати, одесских баек и историй связано с такими трамваями. Например, как там рыбаки ехали с рыбалки, крючками цепляли прохожих. Как, например, молодые люди срывали шляпы с дам, таким образом знакомились. Но опять же про те сидушки, так вот, не дословно, но образно вам скажу. Есть такой мини-одесский, скажем так, байка, как анекдот, что заходит как-то мужчина и спрашивает, как ему проехать на привоз. А ему говорят, ну мужчина, ну что вы делаете нервы, вы хоть сядьте к нему лицом. Это означало, что вы сели не в ту сторону, но вы могли перекинуть сидение, сесть след к тому привозу и сесть к нему лицом, так сказать. То есть вы сели не в ту сторону. Заслуженно за свой колорит, за свою узнаваемость. Это стал самый узнаваемый трамвай нашего города. Работает он только летом, но стал символом нашего музея. Он один сейчас, да? Он и был один. Да, вот все, что вы всегда видели, это был именно он. Расскажите, пожалуйста, для зрителей нашего канала, как можно попасть на ваши экскурсии. Смотрите, наш музей работает каждую субботу и воскресенье. Экскурсии проводятся в 11, 12 и в час дня. Можно записаться по номеру, можно просто найти музей КП Одесс Горнико-Транс на группе в Инстаграме, в Фейсбуке. По номеру телефона у нас есть Телеграм, Вайбер, то есть все доступные мессенджеры, то есть можно просто написать и записаться. Можно просто принять. До какого количества человек экскурсии? Сколько можно? Ну, сейчас по карантинным ограничениям до 10 человек, а так по... Любое количество. Любое количество, да. Особенно летом у нас, особенно когда большие группы приезжают, и иностранцы, и дети из лагерей, то наши рекорды были, что чуть ли не больше 100 человек за одной путь. Сам по себе музей, что еще о нем могу рассказать, что изначально он был открыт в 2000-е годы, представлял из себя маленькое помещение на водопроводном, где мы могли показать только фотографии и витрины, с которыми мы знакомились ранее. На этом месте мы открылись в 2018 году. Все-таки здесь интереснее, потому что исторический ангар, исторический бокс и, собственно, сам по себе транспорт, который куда интереснее, куда живее, мне кажется, история становится. Особенно это интересно детям. Что касается еще самого музея, что у нас такая политика, что музей это не только то место, которое на себе пыль собирает, а еще живет активной городской жизнью. Например, у нас дважды проходил Одесса Fashion Day, то есть наш музей превращался в полноценную площадку для высокой моды. У нас проходил фестиваль с клипки Одессы, у нас отдельным концертом благотворительным играл Хобарт Эрл вместе с оркестром. Ну и так же самое очень много проходило таких городских событий, например, немецкая конференция, приезжали немцы, которые вкладывают в нашу страну. То есть мы такой живем, активной социальной городской жизнью. Супер, большое вам спасибо за экскурсию, нам очень понравилось. И я думаю, что мы очень удивились, Александр Авлеевич, что в Одессе на экскурсию можно сходить бесплатно. Да, у нас музей абсолютно бесплатный, поэтому каждую субботу и воскресенье всех жду в нашем музее. Спасибо большое, до свидания. Спасибо вам. Ну а все поклонники творчества Джейсона Астетхэма прекрасно помнят фильм «Перевозчик 3». Так вот, некоторые кадры из этого фильма снимались на территории музея Одесского трамвая. У вас будет прекрасный повод после просмотра моего видео пересмотреть фильм «Перевозчик 3». Друзья, я уверен, что видео заслужило жирный, прижирный лайк. Если вы до сих пор еще не подписались на YouTube-канал «Взрослый разговор», делайте это прямо сейчас. Под видео нажимайте кнопочку «Подписаться», нажимайте на колокольчик, и вы точно не пропустите ни одного видео на YouTube-канале «Взрослый разговор». А если у вас даже после этого останутся ко мне личные вопросы, пожелания и предложения, вот мой инстаграм. Подписывайтесь на меня в инстаграм, пишите мне в личку, я отвечаю очень-очень быстро. И, кстати, не жадничайте. Делитесь этим видео с друзьями в соцсетях. Все очень просто. Под видео есть кнопочка «Поделиться», нажимайте на нее и разбрасывайте видео по всему интернету. Меня зовут Сан Саныч, камеру держит Александр Валерьевич, и мы с вами сейчас находимся в музее Одесского трамвая. Желаем вам добра, любви и счастья. Пока!